Доброе утро! У нас сегодня вторник, 14 ноября, и немножко солнышко на улице показалось. Вот когда в аквариуме меняешь воду рыбкам, подливаешь свежую, это их всегда провоцирует на какое-то там размножение, брачные игои, в общем, наступает оживление. И точно так же у меня. Как только я вижу, что на улице у нас наконец появился какой-то просвет в облаках, а у нас в основном такое серое небо мрачное, всегда, тем более в этот осенний такой зимний период, то это меня тоже всегда толкает на улицу гулять. Поэтому у нас опять сегодня прогулочка. Первый раз вижу, как раскладывают пакетики, привозят, а потом люди будут их забирать. У нас сейчас это очень популярная служба доставки, помни. Вот такой сегодня веселенький денечек. Я добралась до Днескалских сосен, мне здесь попросили поснимать улицу Кристопа, и конкретно, по-моему, 26-й номер. Так, мы сейчас посмотрим. Так, это Меланселл из 16-й. Так что здесь, может быть, я и не в ту сторону пошла. У меня есть немножко времени, попробую, если найду этот домик, то покажу. Если нет, то тогда в следующий раз. Вот какие у нас лово уже тут, какие дороги ужасные. Во дворах разбитые просто невероятно. Потихоньку ремонтируют, но это может затянуться, конечно, не на один год. Поэтому все здесь ездят как по какому-то, не знаю, свежевспаханному полю. Причем минному, на котором периодически что-то взрывалось. Но солнышко светит, и настроение все равно замечательное. Вот она улица Кристопа, номер 22, конкретно этот. Такие дворики. А когда-то здесь были холмики, сосны, горочки, приезжали кататься. Это было всего-навсего каких-то лет 70 назад. Приложу фото, чтобы было понятно, как этот район выглядел в прошлом столетии. Это было всего-навсего. Приложение. Потом построили эту водонапорную башню красивую. Она, кстати, была вначале ниже намного. Ее потом поднимали на первых фотографиях, где она только начинает строиться. Она такая приземистая, толстушечка, а теперь встроенная красавица, но все равно уже не используется, как я прочитала. Стоит такая законсервированная на частной территории. Что и как с ней будет дальше, неизвестно. А я иду вдоль пятиэтажек, и здесь наверняка есть и 26-й, вот следующий 24-й, за ним 26-й. То есть, надеюсь, я все-таки покажу то место, которое было нужно. Здесь ничего не изменилось. Как было, так и есть. По-моему, что-то здесь с деревьями делали. Были старые, а теперь, смотрю, такие молодые, липкие. А когда-то и деревьев-то здесь не было видно. Такой был свежепостроенный райончик. 26-й дом крайний, я так понимаю. В него упирается тут улочка Алисис, на которой находится эта башня. И именем ее тоже Алиса. А я по ней заверну, потому что хочу добраться до Спицы. И туда можно доехать на 22-м автобусе. Можно даже заехать в аэропорт и вернуться обратно, потому что так даже ближе получается. А можно пешком пройти. Улочка небольшая, с одной стороны частные домики. Очень в приятном, тихом районе Задвинья. Вот так примерно все выглядит. А я сворачиваю на улицу Алисис, мимо такого красивого здания, 1914 года постройки. И мимо башни. И иду на остановку. Так, у нас 10.43 и всего 817 шагов. Так что все подвиги мне еще предстоит сегодня пешие совершить. Так, мне ждать 9 минут. Села на незнакомый мне номер автобуса, который как будто бы едет в тот же район, 35-й. Мы посмотрим, когда он меня завезет. А мы едем сейчас по улице Каунцима. Интересный маршрут, но куда-то совсем не туда он поехал, куда мне было нужно. Поэтому выйду и пойду дальше пешком. По крайней мере полпути я проехала. Этот домик вот мне всегда нравится. Он мне так напоминает какие-то Конан Дойлевские рассказы. Особенно, когда солнца нет, он мрачный, здесь такой заброшенный. Кажется, что в нем живет одинокая собака. Обоскривили или что-нибудь в этом роде. А, ну и движемся пешечком. Погода хорошая, настроение отличное. Район называется Плеско-Далле. Не знаю, по-моему это никак не переводится. Но название красивое. Маленькие домики в основном. Несколько пятиэтажек. Рабочая окраина. Вот примерно все будет выглядеть вот так вот. Моя задача вернуться обратно на улицу Каунсима. С которой я так внезапно на неизвестном номере автобуса уехала в сторону. Но этот район я хорошо знаю, поэтому это не проблема. Не знаю кошки. Повеяние, желтые листочки. В этом году. И вот я уже на улице Каунсима. А от нее недалеко и до спицы. О, тут чистят водостоки. Так, давайте свернем опять куда-нибудь. По всяким маленьким улочкам. Даже не улочкам, а просто по каким-то пешеходным дорожкам. Сейчас доберусь. Хочу там потестить кое-какие ароматы. Потому что что-то вышло новенькое, интересное. Хоть как-то приобщиться. Кажется, что дома как монолитная стена. Но где-то здесь есть проход. Почему-то такие маленькие окна. Кстати, какой-то спецпроект. Ой, телевизорчик. Вот она, заветная дверь. Заветный проход. Ах, красота, красота. Солнышко. С этой стороны дом выглядит, конечно, интереснее. Понятен этот спецпроект. Какие-то балконы большие, лоджии террасами. Но они выходят как раз на шумную улицу. И вон она уже спится вдалеке. Скорее всего, в магазине не удастся мне что-то поснимать, показать вам. Там это запрещено. Поэтому увидимся на обратном пути. Непонятно почему, но именно на этом отрезке кротики вырыли себе целую колонию, наверное, какой-то подземных ходов. И по ночам вылезают посмотреть на этот мир. Потому что здесь все просто нереально перекопано. Ну, хочется верить, что это кротики. А вот там уже вешают гирлянды. Рождественские. Я думала, они пилят дерево, но они вешают фонарики. И это очень приятно. А здесь красивое деревце. Такое опустившее веточки вниз. Правда или нет, но говорят, что его сажают корнями вверх. Поэтому оно так растет. Конечная точка. Пункт назначения. Торговый центр спицы, где очень много различных магазинов, в том числе и нишевой парфюмерии. Новый аромат Айзенберга. Какая красота. Флакончики. Сняли поснимать игрушки. Сейчас попытаюсь что-то вам показать. Сняли поснимать игрушки. Сняли. Красота. Пункт. Убираем игрушки. Переставая игрушки. Ну вот я уже на обратном пути Купила кормом одином Они у меня едят как лошадь и овес Примерно с такой же скоростью И в таком же количестве Поэтому приходится покупать каждую неделю Большую упаковку Хотела купить чай и яблоко С корицей, но сказали, что это новогодние варианты Их еще не привезли А погода остается такой же прекрасной Какая могучая ива Стоит потрясающая А я ухожу с главной дороги В маленькие опять улочки Потому что хочется тишины Видно меня там? Солнышко светит сзади Какие интересные были ароматы Но те, которые я хотела потестить Которые я видела в интернет-магазине Их магазинов уже нет Элисаап куда-то пропала Ковали там буквально пару Ароматов Ароматов В общем, что творится? Куда идет все это? Такое ощущение, что скоро будет только одна нишевая парфюмерия Тоже ива Еще даже с почти зелеными листиками Подсвеченными солнцем Как красиво Когда у меня еще не было мухи Мне так понравилась Эта смешная вывеска Что я сфотографировала Она у меня была дома А потом появилась муха Точно такая же Смешная Спешу домой Надо поработать немножко Пока не забыла Надо самой себе записать Это у меня не только влог Как видео Записная книжка Серж Лютен Рахат Лукум Духи Сладенькие Вкусненькие Ореховые Вот настоящий Рахат Лукум Надо посмотреть Есть ли они на сайте Потому что в магазине Это, конечно, очень дорого Но сегодня прям весна Если не смотреть на эти желтые листики Можно решить, что сейчас март месяц Потому что такие же лысые деревья Солнышко, тепло Где-то там чирикают птички Просто настроение прекрасное Вчера был день сидения дома Ленивый Ничего не хотелось ни снимать Ни общаться Тупо смотреть какие-то фильмы, сериалы Что я и делала Зато сегодня Я бы гуляла и гуляла Но нужно спешить домой Дела Это у нас приют для животных И ветклиника На улице Цандера Я сейчас по ней иду Уже почти дошла до железной дороги А там уже мне до дома буквально рукой подать Что называется Минут 12 максимум Так что Немножечко еще с вами побуду И потом Займусь своими делами Там на пригорочке впереди Очень старый дом Это улица Цандера Названа в честь Фредериха Цандера Его называют пионер ракетостроения Разрабатывал Полеты На ракетах Теперь по-моему Перешел дом В чью-то частную собственность Повырубили деревья Но сам дом Они не имеют права трогать Потому что это Историческое здание Вот такое Так оно наверное выглядело Когда здесь Отец Цандера купил его И вырастил здесь своих детей Ну вот уже Как бы норму Шесть тысяч находила И уже теперь Иду дальше Так 12-16 Время и обеды тоже Результат похода Вот такой вот снеговичок Очень очаровательный Там было несколько вариантов Но этот такой Мне показался Самой жизнерадостной Такая новогодняя Игрушечка на стол Она Ну по-моему не подвешивается Это просто ставится Где-то на столике Вот у меня сейчас Немножко небольшие перестановки Столик опять Переехал в глубину комнаты И поэтому уже Подготавливаюсь к Новому году Которой к сожалению Буду отмечать одна Потому что муж море И поэтому Чтобы было не так грустно Вот такие еще пироженки Вкусные Маленькие корзиночки Искала что-то яблочное Вот меня на яблочную тему потянуло Видите у меня здесь Даже подсвечничек Такой в виде яблочек Интересный И конечно Поэтому не смогла пройти Мимо нового Заровского аромата Может быть и не нового Заровского аромата Который называется Apple Juice То есть яблочный сок На сок он конечно не тянет Он тянет на яблочную водичку Такую свеженькую Я думаю что там Не знаю что там надо будет Посадить в составе Думаю что это практически Моноаромат Ничего тут другого не чувствуется Но зато целых 100 мл Бюджетного дешевого Яблочного аромата Это дешевле чем яблочки Донны Каран Дешевле чем яблочки Нины Ричи Хороший Такой простой Стеклянный флакончик И масса удовольствия От запаха Такого именно Очень легкого Яблока Легкого зеленого Несладкого яблока Вот такие покупочки А сейчас я с вами прощаюсь Всего хорошего До новых встреч Продолжение следует...